Добрый день. Сегодня на Цензорнет мы говорим о том, что мы видим каждый день в наших валютных обменниках, о курсе гривны. И говорим с одним из известнейших украинских финансистов Романом Сульжиком. Добрый день. Добрый день, Юрий. Рад быть у вас. Добрый день. Я как раз был на торговом диске. Мировой финансовый кризис. Мировой финансовый кризис. Я как раз был. Я не могу сказать, что я был в группах, которые вызвали этот финансовый кризис, но я видел это изнутри. На твоих глазах как Барклайс. Это ручет, да, мы покупали, мы же купили, Джей Пи Морган купил Барри Сторренс, Лиман когда упал, то есть я уже был тогда в Дойче Банке. И сейчас я, как ты знаешь, независимый директор приватбанка, но я вот просто еще раз хочу сказать, что я здесь не как представитель приватбанка, я больше вот как бывший трейдер. То есть трейдеров бывших не бывает. У меня действительно огромный, знаете, вот жизненный опыт в этой области, и я бы с удовольствием хотел поделиться и с тобой, и с аудиторией вот то, как трейдеры, как выглядит то, что происходит в Украине из Нью-Йорка, из Лондона, как бы мы смотрели, если бы это происходило в Бразилии, в Аргентине, в Турции. Я хочу дать вот такую перспективу. Независимый директор, надо пару слов сказать, что это директор, который назначается для того, чтобы объективно, независимо давать оценку действиям менеджмента, финансовым операциям, которые проводятся в банке, да? То есть ты не являешься непосредственно сотрудником, отвечающим за управление банком. Нет, конечно. То есть это был действительно потрясающий конкурс. Около 200 человек подалось на вот эти 6 позиций независимых директоров в привате. И иностранцев, которые выбрали, вот у нас уже было несколько заседаний НАПСовета, я вчера прилетел из Днепра. Я просто поражен их квалификацией, то есть и то, что эти люди согласились, несмотря на все риски, приехать в Украину, стать независимыми директорами, проводят здесь огромное количество времени. И я вижу, как на них смотрит именно менеджмент, как на них смотрят сотрудники. Это, я думаю, новый этап в развитии корпоративного управления и в привате, и в Украине в целом. То есть я, да, я очень горжусь быть частью этой команды. То есть был конкурс, который проводили иностранные финансисты, определенные правительством. И на этом конкурсе 6 из 200 кандидатов, вот в числе 6 Роман. Роман, ну для начала мы все-таки проговорим про то, что беспокоит каждого человека. Много слуха входит сейчас относительно того, что происходит с гривной. Формально она вдруг начала аномально укрепляться. Скажи, это такой рост экономики в Украине, гривна становится очень сильной, крепкой валютой. Как объяснить этот феномен? Нет, смотри, то есть иностранцы и вообще рынок, он всегда смотрит вперед. То есть он никогда не торгует по тому, что было, например, год назад. То есть сейчас рынок смотрит на Украину с огромным позитивом. То есть люди ожидают, что через год, через два здесь действительно пройдут экономические реформы. Здесь начнется большой экономический рост в районе 5% годовых. И поэтому они хотят сейчас как можно скорее занять позицию, чтобы поучаствовать в этом будущем росте от Украины. То есть когда они почувствуют, что мы свернули с правильного пути и начинается что-то не то, они точно так же все стадом побегут назад. Что значит они приходят? То есть давай поясним механизм. То есть ты имеешь в виду с своей финансовой точки зрения, они заводят сюда деньги в какие-то некие... Пока в государственные облигации, но потом... Только в государственные облигации внутреннего заряда. Да, а потом они начнут заходить и в другие, и в землю, и просто в бизнесы. Просто государственные облигации это наиболее ликвидный продукт. То есть если я его купил, я смогу, если вдруг я перестал хотеть Украину, я решил вложить деньги в Бразилию или в Турцию, я их могу кому-то продать. Если я купил какой-то завод в Украине, продать его немножко сложнее. Поэтому всегда в страну первыми заходят такие деньги в государственные облигации, и потом они уже расходятся по экономике. Это абсолютно нормальный и правильный процесс того, что у нас сейчас огромный, огромный спрос. Мы уже продали иностранцам наших облигаций на 4 миллиарда долларов, около 100 миллиардов гривен. В этом году? По-моему только в этом году, или это, я не помню, это суммарная позиция иностранцев, или только в этом году, но я думаю, что большинство из этого пришло в этом году. И это огромный успех, это значит, что люди верят тому, что мы делаем у нас в стране. То есть по сути это занижение, вот это курс гривны, укрепление курса гривны, то что у нас с 27 до 24 уже укрепилось, это огромная надежда, и это такой вот инвестиции уже, первые инвестиции западные пошли в Украину. Да, это спрос на нашу экономику, то есть это очень хорошо, то есть это не сказать, что это хорошо, это не сказать ничего. С другой стороны, говорят, что высокий курс гривны это проблема для наших внутренних производителей, которые работают на экспорт, потому что в таком случае получается в нашу страну выгоднее с высоким курсом завозить, импортировать, чем экспортировать. Да, это огромная проблема, и поэтому в основном развивающиеся страны в ситуациях подобных в Украине, они даже вот Китай постоянно, Америка говорит, Китай занижает юань, то есть действительно большинство стран, и Япония этим занималась в 80-е годы, и Китай этим сейчас занимаются, страны на этапе роста, пока они еще не запустили внутреннюю экономику, пока у них еще нет больших внутри зарплат, там 1000 долларов в месяц, 2000 долларов в месяц, пока экономика все-таки еще более работает на экспорт, они пытаются обычно держать валюту недооцененной, именно для того, чтобы поддерживать локального производителя, потому, что, когда ты держишь валюту недооцененной, тогда ты в долларах платишь людям зарплату чуть меньше, экспортная выручка получается чуть больше, и у тебя это, то есть обычно это делают, мне кажется, где-то до уровня, пока зарплаты в стране не достигнут там 1000-1500 долларов в долларовом эквиваленте в месяц, люди пытаются держать валюту недооцененной и больше и больше накапливать все поступления в резервы. Потому что очень интересный факт, чтобы вы просто понимали, если гривна девалюируется, то приходится тратить доллары, которые, ну, то есть если гривна, например, хочет уйти с 8 на 12, вот ее там держал Янукович, ему приходилось продавать золотовалютные резервы, он взял страну, когда в стране было 55 миллиардов резервов, отдал там еле-еле было 17, когда после революции мы взяли, то есть эти все деньги были выведены, потрачены из страны. И у тебя ограниченное количество долларов, но если ты сдерживаешь валюту от укрепления, то есть если вот она 27 и она пытается пойти на 24, мы можем ее держать на уровне 27-26, просто скупая все, что заходит в резервы. То есть это одна из политик. Другая политика, это то, что мы сейчас делаем, то есть некоторые страны это тоже делают, то есть когда говорят, мы не смотрим на курс, мы просто смотрим на инфляцию, мы держим вот высокие процентные ставки, чтобы не было роста цен, чтобы просто вот курс не так влиять. Но это уже мое личное мнение как профессионал и то, что я наблюдал и то, что вот сейчас я вижу Bank of International Settlements сделал последние расследования, то есть мы как трейдеры мы это понимали еще лет 10-15 назад, но сейчас это уже дошло, что в Швейцарии вот этот международный банк, который банк над центральными банками, вот я смотрел их последний отчет за 18-й год и они специально дали рекомендацию, они сказали в ситуациях подобные вот как в Украине, то есть когда заходят вот эти огромное количество горячих денег, можно сделать вид, что этого не происходит и просто давать курсы укрепляться. Но они говорят, нам кажется лучше все-таки больше из этих денег скупать в резервы и не давать курсу сильного укрепляться, просто это будет более стабильно для, более полезно для экономики в средней срочной спектре. Скажи, пожалуйста, вот у нас была ситуация 2008 года, когда тоже вот накануне мирового финансового кризиса гривна резко начала укрепляться, а потом произошло падение, кто-то говорил, что оно будет небольшое, оно произошло большое достаточно. Мы помним, что тоже был там курс чуть ли не до 4,5 и упал, а потом он до восьми резко взлетел. Скажи, пожалуйста, сейчас такая угроза такого резкого падения в два раза стоимости гривны существует? Этот капитал, он не спекулятивный, это долгосрочный? Нет, это капитал, он пока тяжело сказать, является ли он долгосрочным, они покупают долгосрочные бумаги, в основном они пытаются купить там 4-5 летние более долгосрочные бумаги, но это не значит, что если вдруг, например, завтра в Америке не начнется кризис, если, например, завтра взорвется там Америка с Китаем, там начнется у них какая-то торговая война, придет в острую фазу, то, конечно, все эти деньги моментально побегут на выход. Вот сейчас, на данный момент, если не будет мировых катаклизмов, да, связанных с политикой, да, если нет политических рисков, остается такая политическая ситуация, есть риск обвала гривны осенью? Нет, вот я его абсолютно не вижу, понимаешь, то есть как бы я просто, мой основной где-то спор с тем, что мы сейчас делаем, состоит в том, что мы просто не должны были давать гривне так сильно укрепляться, мы просто немножко, скажем так, недополучили потенциально какую-то прибыль, не добрали каких-то резервов, но с точки зрения стабильности, я честно, я не вижу, даже если сейчас будет какой-то сезонный отток, это максимум я вижу где-то 25-26, но не больше, потому что эффект низкой базы, то есть мы настолько находимся на уровне, наша экономика рядом с Европой, и мы настолько ниже Европы, и все понимают, что если мы чуть-чуть, вот новое правительство начнет делать правильные вещи, мы начнем очень быстро догонять там Польшу, Румынию, Болгарию, то есть мы, у нас действительно есть огромный потенциал для того, чтобы даже какие-то годы покажем 10% рост в год, я вот абсолютно готов биться с тобой о заклад, что в течение следующих 3-4 лет мы увидим 1 год с ростом 10%, если мы решим все проблемы с политическими рисками, которые есть у нас в стране, но если мы чисто смотреть со стороны экономики, я вот готов с тобой поспорить, давай, Юра, на бутылку хорошего виски 3-4 года, вспомни, где-то в 23 году, я думаю, мы увидим 1 рост 10% в год, я буду рад проиграть, в 23 году бутылка виски с Романом Сурчиком, или с тебя, хорошо, окей, договорились, да, то есть поэтому я очень оптимистично смотрю на нашу страну, я сам купил эти ОВГЗ, там у меня же есть сейчас уже электронная декларация, сколько ты купил ОВГЗ в Украине? Я купил, я поменял, курс был где-то в районе 29, и я просто поменял деньги и купил, потому что ставка 18% это, ну то есть я понимал, что будет вот позитив в стране, то есть и, ну честно, я не... Сколько купил, скажи честно? Не очень много, меньше 100 тысяч долларов, то есть это не, я небольшие суммы купил, но идея в том, что я сам не ожидал, что мне, что мне дадут так заработать на них, понимаешь, я был бы счастлив, если бы курс укрепился до 27 лет. Давай расскажи, давай расскажем, как Национальный банк сейчас дал заработать Роману Суджику на ОВГЗ. Вот ты вложил 100 тысяч долларов при курсе 29, на какой срок? Ну это, я у меня, я смог только трехлетний купить, я хотел купить более длинный, но не смог. Хорошо, скажи теперь, сколько ты зарабатываешь при данном курсе, когда курс уже 24? Я думаю, что это порядка 20-30%, то есть уже, то есть 28 минус 24, это 4, то есть порядка 25%, плюс еще за счет того, что процентные ставки снизились. То есть я не делал переоценку, но я думаю, что это порядка 30%, и это слишком большой возраст. Скажи, есть где-то в Украине бизнес, который бы дал 30% доходность, кроме на чем-то другом? Нет, наши банды сейчас, это самый высокодоходный инструмент в мире. В мире? Что мы сейчас увидим, что наши банды, да, но вот это как раз этим я бы не гордился. Мы немножко оставляем деньги на столе, то есть мы должны все-таки, это хорошо, что мы даем инвесторам заработать, понимаешь, то есть вот есть разница, давайте им заработать и немножко оставлять деньги, если бы они заработали чуть меньше, они тоже были бы счастливы. Скажи, была сумасшедшая ставка, на самом деле 18% годовых, это тоже, наверное, одно из самых высоких в Европе доходностей, да? В Европе, наверное, и в мире. И в мире, да, а мы при таком курсе, по сути, делаем Национальный банк, по сути, сделал доходность 30%. Скажи, пожалуйста, с точки зрения финансиста, действительно, насколько это оправдано, что государство, ну, ты уже сказал все, что это позитивно, хорошо, все хорошее мы услышали. А теперь скажи, насколько это позитивно, когда на доходность 30% и на каждый миллион долларов, который мы привлекаем в экономику, мы отдаем 350 тысяч просто тем, кто это делает. Смотри, ты должен понимать, что инвесторы приходят по рыночной ставке, то есть мы, если бы мы могли сейчас занимать, например, по 10% гривни, мы бы занимали, понимаешь, то есть мы не можем. То есть у нас то же самое, почему мы, например, если мы занимаем в долларах, мы платим 9-8%, сейчас начинаем чуть меньше, а Монголия платит 4%, да? То есть это же не то, что мы, если мы придем и скажем, мы Украина хотим платить 4%, как Монголия, нам не дадут деньги, потому что мы слишком, мы только что сделали дефолт, мы слишком ненадежны, у нас постоянно меняются политические эти вещи, поэтому мы сейчас платим вот эту рыночную ставку. То, что единственное, где можно сказать, что мы чуть-чуть, может быть, стратегию могли бы подправить, это действительно настолько быстро, вот то, что я говорил, что не давать гривне укрепляться, это действительно в наших силах, и вот это постоянно у меня есть спор с моими коллегами, знакомыми из Носбанка, что можно было не давать так быстро укрепляться, понимаешь, но это действительно такое, знаешь, это не, вот то, что я тебе хочу сказать, это не какая-то катастрофа, потому что спрос и давление на укрепление гривны, он по-любому был. Это же профессиональный вопрос, это пусть они адвокатируют себя, но просто здесь вопрос денег, да, вот, ну, допустим, 4 миллиарда долларов мы привлекли ОВГЗ, да, если бы курс не был гривны завышен, 24, а сохранился бы, условно говоря, 27, ну, примерно мы бы сэкономили сколько при этом, процентов, наверное, 8, как и нет. Да, нет, ну, смотри, это тоже бюджет считается в гривне, то есть мы даже сейчас, даже больше, наверное, негативный эффект от того, что экспортеры сейчас, когда продают нашу продукцию, то есть они ее продают по такому высокому курсу, действительно, вот мне жаловались друзья в агребизнесе, что если ты взял по 27, по 28 кредит, купил все, и теперь у тебя еще в мире там низкие сейчас цены на продукцию, то есть, ну, получился не очень хороший год. Но смотри, это отчасти... То есть, по сути, этот завышенный курс мешает нашим экспортерам, забирает у них... Это честный курс. То есть правительство вместо того, чтобы дать заработать бизнесу, забирает все... Это не правительство, смотри, у тебя... Национальный банк. Это не национальный банк, это тоже, смотри, это просто вот была выбрана такая стратегия, и на самом деле нам приходится привыкать. То есть, евро-доллар, то есть ты можешь даже взять последние там где-то 5-6 лет, евро-доллар сходил с 1.35 долларов за евро до сейчас было 1.05, сейчас где-то в районе 1.12, то есть это движение порядка 30%. То есть, когда мы включаемся в мировой финансовый рынок, когда мы становимся игроком, а мы хотим стать игроком, чтобы сюда заходили деньги, мы хотим сделать с тобой свободу движения капитала. Подожди, секунду. Мы это обсуждали. Смотри, когда ты мне говоришь разницу доллара с евро, у меня вопросов нет. Это мировой свободный рынок. Да. Когда мы говорим про курс гривны, это никакой не мировой свободный рынок, потому что это административно выстраиваемая цена. Либерализации валютного рынка у нас нет, и деньги в нас свободной страны вывести нельзя. Скажи, пожалуйста, так может быть все-таки более разумным, цивилизованным путем было не давать спекулянтам зарабатывать 30%, а, например, открыть валютный рынок. Насбанк мог его открыть для того, чтобы инвесторы свободно заходили и выходили. И может быть это был бы эффект для экономики и для экспортеров куда более значимый, чем вот это то, что происходит сейчас. Ну, я вот тут тоже хочу с тобой согласиться. Я действительно, я это всегда адвокатировал, я действительно считаю, что разрешить гражданам и бизнесам свободно покупать валюту, как это могут делать граждане в Польше, как это могут делать граждане в Турции, это крайне важная задача. То есть если мы действительно это сделаем, тогда и может быть и за счет того, что появился бы спрос и от граждан, и от бизнесов на вот этот доллар, часть бы выкупили они, и у нас тоже не было возможно такого усиления. И эти деньги пошли бы напрямую, более пошли бы, например, в экспортные отрасли? Ну, не обязательно. Часть бы этих денег люди, если бы мы делали свободу движения капитала, конечно, часть этих денег люди бы вывели из страны и положили на счетах где-то в Европе. Но все равно со временем они бы вернули их сюда, вернули в Украину. Особенно, когда будет сейчас рынок земли, когда они увидят, что там они получают по процентам ноль или даже платят за то, чтобы держать деньги в долларах или евро. А в Украине, я ожидаю, ставки к концу следующего года будут уже не 18, но 10%. То есть и все равно люди будут возвращать деньги в гривну. Это нормальный процесс. Он займет где-то лет 5. Понимаешь? То есть смотри. И на самом деле ты тоже должен понимать, что это не спринт, а такой марафон. Понимаешь? И даже если ты где-то, вот мы сейчас, может быть, где-то чуть-чуть споткнулись вот на этом нашем переходе к плавающему курсу, к тому, как мы делаем инфляционное таргетирование. То есть все равно по сравнению с тем, что происходило последние 25 лет, это огромный шаг вперед. Это наиболее профессиональный нацбанк, который вообще у нас когда-то существовал в стране. И то, что они берут на себя риски и где-то там, да, вот получают какую-то критику в ответ, все равно очень тяжело теперь нас затолкать назад, когда у тебя полностью все эти ограничения, когда у тебя полностью... Смотри, давай только немножко, я понимаю, что ты хочешь что-то хорошее сказать про нацбанк, но давай мы четко определим. Все-таки нацбанк должен отвечать за свое. То, что происходит, это заслуга того, что происходит другая система уже политическая в государстве, другой уровень более высокий политической стабильности, стабильности в обществе, уровень безопасности. И на этом фоне происходит доверие к курсу и заходят инвесторы. А нацбанк должен отвечать все-таки за свое. Я здесь просто хотел как раз с тобой проговорить о том, что мы уже обсуждали. Что отсутствие либерализации и ручное управление отсекает Украину на самом деле от мировых финансовых рынков. И если бы нацбанк снял это абсолютно неадекватное времени ограничение, эффект был бы гораздо выше, чем создавать это узкое горлышко для захода ОВГЗ. И вот это, на мой взгляд, глубоко непрофессиональные действия нацбанка. Поэтому мне кажется, что лучше тебе это не защищать. Да, я не буду это комментировать, потому что действительно у меня вот сейчас, как я уже стал независимым членом НАП-совета, есть в законе написано, что члены наглядовой рады повыне поддерживать эти стосунки с нацбанком. И я тоже с этим согласен. Понимаешь, то есть я понимаю все давление, под которым они оказываются. Я понимаю, как им страшно где-то отпускать какие-то вещи, делать эту валютную либерализацию. Понимаешь, но мне кажется, это всегда, я видел это и в других нацбанках других стран. Знаешь, когда действительно вот происходят какие-то вещи и занимает некоторое время на них отреагировать. Но мне кажется, вот я вот тоже, ну я не хочу спорить, но мне кажется, что вот они услышали, и я думаю, что у них произойдет какие-то изменения в том, как они будут вести вот эту политику. То есть просто они не ожидали. Они вот когда они приходили вот к этой идее инфляционного таргетирования, они в принципе не могли, наверное, себе представить ситуацию, что Украина станет настолько популярной и столько денег будет сюда заходить. Понимаешь? Ну давай посмотрим в масштабе мировых финансовых рынков, это немного денег. Так, это вообще ни о чем. Наш валютный рынок просто настолько маленький, что объяснять эти, но в самом деле мы с тобой понимаем, я думаю, ты согласишься, что это скорее административное решение Назбанка, но вряд ли это трудно объяснить таким огромным интересам иностранных инвесторов. Нет, нет, это не административная. Четыре миллиарда это, ну это не та сумма, которая для масштаба государства, что это значит. Нет, просто, ну я же говорю, то есть принимать решение, как агрессивно скупать эту валюту, понимаешь, то есть если ты уже принял решение, что ты как бы делаешь плавающий курс, это требуется принять другое решение, более агрессивно скупать валюту. Скажи, ты в Назбанке выходил на руководство Назбанка, объяснял свою позицию, да, вот высказывал свои, скажем так, опасения относительно того, что этот курс завышенный и не настолько оптимальный? Ну у меня с ними уже многолетний спор на эту тему. Я понимаю, откуда, понимаешь, вот то, что я хочу сказать, что, знаешь, это всегда, как, знаешь, вот когда два экономиста спорят, это как для простого человека, как два человека спорят на китайском, кто из них лучше говорит на китайском. Если ты сам не говоришь на китайском, тебе очень тяжело понять, кто из них прав, кто виноват. То есть я тоже понимаю и уважаю их позицию, понимаешь, то есть и это нельзя сказать, что если бы я руководил Назбанком и я сделал какие-то другие решения, что они могли оказаться лучше, потому что могла ситуация развернуться в другую сторону. То есть я бы сделал либерализацию и тут бы экономика не была хорошая и все деньги побежали бы отсюда. То есть поэтому, понимаешь, то есть ты задним числом очень легко быть умным, понимаешь, то есть поэтому я к тому, что, то есть надо всегда смотреть вперед. То есть тут задним числом, подожди, мы же все знаем, мы можем смотреть вперед. МВФ и само правительство рассчитало курс к концу года гривны, 30 гривен к доллару, да? 28,2 гривен, это нарисовало правительство. Да, но правительство сделало прогноз до 30, МВФ сделало прогноз до 30, да? Мы понимаем, что есть определенный план, он связан, ведь это не только план самого Национального банка, с этим связано планом развития экономики страны, финансовой системы. Наверное, странно, когда разница настолько велика. Это не продуманная, на мой взгляд, политика, и она сейчас уже видна, то есть уже, ты видишь, тебе экспортеры делают замечания, да? Они уже критикуют эту ситуацию, да? Наверное, стоило бы услышать это руководство Нацбанка, если оно не само по себе живет. Не, ну оно и должно жить само по себе. Независимость Нацбанка – это одна из самых главных вещей, на которую упирают МВФ, понимаешь? И я просто к тому, что, знаешь, вот курс, вот прогноз курса, они взяли 28,2, потому что на тот момент курс, когда они его делали, был там где-то в районе 25,5, и взяли ставки 18%, просто умножили курс на ставку и сказали, вот это прогноз. Это то, как во всем мире прогнозируется курс. То есть у тебя практически всегда просто берется, вот где сейчас торгуется форвард, и говорят, вот это форвард, это и есть курс на год. То есть очень тяжело человеку, который делает вот этот прогноз курса, сказать, ну я ожидаю, что у нас будет рост экономики, и придет вот весь этот капитал, и будет заталкивать гривну дальше, и мы не будем его скупать. То есть это как бы, я просто везде, вот во всех банках и вообще во всех странах всегда прогноз берется просто то, где курс сейчас, умножается на процентную ставку на год, и говорят, вот где будет курс через год. Ты понимаешь, что возникает объективно со стороны тех же экспортеров, критика руководства Нацбанка, их обвиняют в том, что они подыгрывают каким-то конкретным спекулянтам крупным, которые делают большие инвестиции в ОВГЗ, ценой того, что просто наносится ущерб, забирают, вымывают ресурсы от собственных экспортеров. Я бы не бросался такими словами. Понимаешь, это честно, вот у тебя, ты выбираешь какую-то политику, и есть огромная польза от их политики, то есть с точки зрения сдерживания инфляции, то есть вы не видите роста цен, да, то есть просто отчасти это уже значит, это то, что мы уходим в такой глубоко профессиональный спор. Понимаешь, потому что, когда я с ними спорю, они говорят, ну вот мы же сдерживаем инфляцию, и то, что гривна укрепляется, это приводит к понижению цен. Но, к сожалению, вот то, что я наблюдал за свою карьеру, понижение цен всегда происходит с очень большой задержкой. То есть вот мы даже сейчас, вот когда гривна, помнишь, улетала, то сразу были цены на заправках моментально реагирует. Гривна на одну гривну к доллару увеличилась, тут же цена на бензин увеличивается на одну гривну, да. И вот ВОКа, вот сейчас я продолжаю заправляться, вот все 30, 31, 30, 31, да, то есть как бы не меняется. Хотя с того момента гривна ушла с 28 до 24, а цена ВОКа как была 30, 31. И вот это для меня самый наглядный пример того, что вот насколько инфляция с задержкой. То есть у нас получается, народ говорит, ну все равно она возможно улетит, поэтому зачем мы будем сейчас снижать цену и просто у тебя получаются импортеры, вот в этот момент получают какие-то сверхприбыли. Да, если они поймут, что курс уже стабилизировался на каком-то новом эквилибриуме, например, вокруг 25, то они конечно начнут понижать и она станет где-то 26. Но вот этот эффект, то есть есть польза от того, что мы таргетируем инфляцию, но вот это конечно эффект задержки, снижения цен, это действительно вот на этапе это болезненная вещь. Теперь давай проговорим про те факторы риска, которые существуют для той же гривны. Вот ты независимый член совета Приватбанка. Много сейчас говорится о том, идет судебный процесс, он идет за рубежом, идет в Украине и бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский говорит, что у меня нет вопросов никаких по тому, как это было проведено, я хочу просто, чтобы мне вернули мои активы в 2 миллиарда долларов примерно. Скажи пожалуйста, насколько реалистично можно ли ожидать в ближайшее время того, что такое решение будет принято и какая-то часть активов, из-за которых Коломойский судится с Приватбанком, будет ему возвращена? Да, ну смотри, я не могу вот эти вещи комментировать, потому что мы занимаемся как НАП-совет. Наша обязанность сделать так, чтобы клиенты Приватбанка были довольны, то есть у нас функционировал самый лучший банк в Украине, мы занимаемся тем, что мы возвращаем деньги, которые были выведены из банка, то есть мы должны сейчас создать вот эту доказательную базу, все эти суды в Лондоне, в Америке. Это в нашей ответственности, то есть если деньги, вернее, они были выведены, как их вернуть, это в ответственности наблюдательного совета. Все остальное, вот о чем народ говорит какие-то вещи, то есть это не к нам, то есть наша задача именно сделать так, чтобы это был лучший банк, наверное, не только в Украине, но и в Европе и действительно заниматься тем вот расследованием, то есть работой, чтобы все вот эти вот материалы, которые у нас есть, чтобы по ним действительно происходили какие-то действия, понимаешь? Хорошо. Поэтому для меня вот то, что вокруг вот это вся эта спекуляция, то есть я вот даже я то, что и насколько я знаю про переговоры МВФ с нашим правительством, то есть вот если я умею читать между строк… Вопрос у него от банка там поднимается. Если я умею читать между строк, вот последний абзац того, что написала МВФ, то есть я не был на этих переговорах, у меня нет какой-то там секретной информации, то есть, но когда я читаю между строк последнюю строчку, они говорят, мы хотим, чтобы Украина вернула деньги налогоплательщиков, которые были потрачены на спасение всех банков, на спасение финансовой системы, то есть то, что было сделано, действительно вот эти банки были выведены, 400 миллиардов гривен была создана дыра потери, которые легли на фонд гарантирования. Вот возврат вот этих 400 миллиардов, чтобы это были действительно настоящие суды, настоящая погоня за собственником вот этих бывших мучников, которые довели эти банки до банкротства. То есть вот это то, что сейчас, как я читаю, требует МВФ, понимаешь, поэтому для них это тоже очень важная вещь, поэтому я честно, я вообще не знаю о каких-то вот таких переговорах. Но, тем не менее, в четверг в Днепре прошло заседание Совета Приватбанка, ты в нем принимал участие и на этот совет приехал посол США в Украине? Нет, это не был совет. Это не был совет. Это не был совет. То есть это небывалое, наверное, событие, когда, как это называлось, что это было? Нет, это просто он приезжал в Днепропетровск, в Днепр, и он встречался и с Филатовым, и с нами, то это было действительно... С советом директоров встречался. Не только советом директоров, со всем менеджментом, понимаешь? Встречался, то есть менеджмент, посол США встречается с менеджментом одного из государственных банков, причем специально прилетает с этой целью в другой город. Скажи, ну все-таки это небывалая такой по уровню политическая поддержка. Скажи, с чем это связано? С тем, что сейчас на Приватбанк есть целый ряд уголовных дел, проводят обыски, это политическая поддержка со стороны США, либо просто человек проверял отчетность, задавал вопросы. Как ты это воспринимаешь, визит Тейлора и встречу с менеджментом Приватбанка? Да, я смотрю на это, это действительно поддержка Америкой, построение новой Украины, которую мы пытаемся построить. Вот есть у нас какая-то вот старая Украина, Украина 90-х, где есть какие-то бандиты, какие-то решалок, где суды, прокуроры подчиняются каким-то людям, не там своему прямому руководству, не делают свои какие-то действия, как профессионалы должны делать вот ответственные на своем месте, а у них может быть какие-то другие интересы. И есть Украина будущего, которую мы сейчас пытаемся построить. Вот это Украина будущего, это то, что декларирует президент Зеленский, то, что декларирует слуга народа, что мы придем и мы порвем с прошлым, и мы создадим здесь Украину будущего. И то, что мы сейчас пытаемся сделать с Приватбанком, то есть вот я, как независимый член наблюдательного совета, я вижу, как мы работаем и с менеджментом, и с людьми нижего уровня, как мы пытаемся спроекцировать на них вот эти корпоративную этику, то есть правильные качества, как сделать, чтобы действительно Приват стал примером государственного банка, я же говорю, успеха не только даже в Украине, а потенциально и в Европе. То есть и это то, что приехал поддерживать посол, то есть вот эти попытки показать, что, потому что у нас всегда был такой менталитет, украинцы какие-то не такие люди, там типа, что у нас всегда воруют, у нас всегда коррупция, что невозможно в Украине сделать что-то хорошее. И мы хотим сделать в Украине хорошо. То есть вот я лично здесь нахожусь для того, чтобы сделать из Украины нормальную страну. Я мог уехать, получить паспорт в Америку, я мог уехать в Англию, я остался здесь, потому что я считаю, что такие люди, как я, я не хочу отсюда уезжать и чтобы здесь были 90-е. Я хочу, чтобы здесь была нормальная страна, чтобы люди гордились, что они живут в Украине и чтобы через 20-30 лет это была просто нормальная европейская страна. Понимаешь? И вот это вот наше желание и приехал поддерживать посол. И я ему безумно благодарен за то, что он высказал вот эту поддержку. Понимаешь? Потому что сейчас очень часто, мне кажется, мы опять, вот мне казалось, что мы уже прошли Майдан и прошлое невозможно вернуться. И вот сейчас у нас опять наступают какие-то развилки, когда где-то вот появляются откуда-то какие-то вещи, которые пытаются у нас обратно тянуть какое-то ужасное прошлое. Скажи честно, менеджмент приватбанка боится Коломойского? Я не думаю. То есть, действительно, людям некомфортно с точки зрения того, когда приходят всякие прокуроры и начинают таскать на допросы. То есть, мы очень удивляемся, знаешь, когда у тебя обращаются какие-то, говорят, ой, мы хотим расследовать, почему вы заплатили этим юристам, чтобы вернуть 5 миллиардов, которые нашел кроль, тут же прибегают все. Это просто, наверное, совпадение. Понимаешь? Может быть, оно просто попало в, ну, папку где-то сверху оказалось, то есть, те дела где-то снизу, это сверху, и вот они пришли и пытаются... Пытаются делать выемку. Ну, я же говорю, то есть, я просто очень надеюсь, что, ну, то, что декларируется и то, что окажется в реальности, то есть, эти две вещи сойдутся. Скажи, пожалуйста, какие действия сейчас, вот мы не слышим никаких ответов, идут обыски, выемки документов по Приватбанку, но мы не слышим каких-то заявлений публичных, банк сидит молча, это как объяснить, это правильно обыскивают или боятся просто? Нет, мы делали пресс-релизы. Или кто-то закрывает рот? Нет, нет, мы делали пресс-релизы, мы абсолютно, у нас абсолютно нет никого, что кто-то закрывает рот, это просто такая коммуникационная стратегия, то есть, на самом деле, я тебя, вот я слышу твою критику, я считаю, что, видишь, отчасти вот я здесь, я не боюсь как-то комментировать эти вещи. То есть, мы, это, то есть, если ты считаешь, что нам надо делать более какую-то агрессивную пиар-позицию с точки зрения защиты, то есть, я это скажу людям, которые за это отвечают. То есть, ты считаешь, что мы недостаточно где-то вот доносим нашу точку зрения, то есть, как, как твоё ощущение со стороны? Мне кажется, что банк это структура, которая построена на доверии, поэтому, если ты про это доверие с людьми не говоришь и они чего-то от тебя не слышат, то всегда будут слухи, которые это доверие разрушают. Это интересно. Мне казалось, что как раз доверие сейчас очень большое. Мы видим, действительно, и рост… Именно к банку. И к банку, да. То есть, я вижу именно и рост, ну, то есть, все, и клиентской базы, и операции. То есть, вот я вчера как раз был в Днепре… Приватбанк сейчас растет. Растет с очень большой скоростью, это самый прибыльный банк в Украине и мы постоянно делаем новые услуги. Вот только что у нас был месяц назад, неделю где-то назад, новый Приват24, то есть, новое предложение, то есть, сделали абсолютно новое. Поэтому я вот со своей стороны, вот я смотрел на и менеджмент, и людей, которые работают в банке. Ты не представляешь, насколько это был какой-то энтузиазм. Вот я пришел в колл-центр, работает около 2200 человек в этом колл-центре. Да, и потрясающий менеджер, которая, она была сама сидела в этом колл-центре и 12 лет проработала в Приватбанке и сейчас руководит всей этой организацией. И мы просто видели, какие технологии они используют, какая мотивация у людей, как они разрисовали себе стены, там какой-то супермен, супервумен на стенах. Знаешь, то есть, это говорит о том, что люди как бы вот в этом офисе чувствуют себя комфортно, то есть, это их место. Вот я когда был в Фейсбуке, в Гугл, то есть, внутри офиса, примерно такая же атмосфера. То есть, у тебя офис, и там сотрудники сами рисуют что-то на стенах, то есть, декорируют. И вот это, я видел это в Привате. То есть, это настолько, то есть, ну, примерно такая же культура. То есть, для меня, на самом деле, вот я то, что я смотрю на людей, это такая частичка вот этой американской корпоративной культуры, которая здесь вот есть в Белепре. И это фантастика. То, что вот я, поэтому моя, вот я вижу свою задачу, это действительно еще, знаешь, дать им какую-то потенциально, да, защиту, чтобы вот то, что ты говоришь, ну, то есть, действительно людям некомфортно, когда ты делаешь просто свою работу, и тебя просто берут, и там таскают на какие-то допросы, еще что-то. Это просто ужас. А второе, это тоже своим опытом, потому что я тоже работал, я же говорю, очень долгое время в Америке, в Англии. То есть, вот давать вот эту культуру, что можно иметь другие отношения. То есть, не как хозяин-раб, как обычно у нас выстраивается в корпорациях, а когда полностью все включены в процесс, и у людей есть возможность роста, и их мнение важно. То есть, вот это то, что остальные как раз члены Абсовета, как раз и пытаются создать и проектировать. То есть, это вот как раз вот эта часть, ты знаешь, я ожидал, что потенциально будет где-то хуже. Знаешь, то есть, ну вот я видел даже вот людей, которые там работают по 20 лет, которые рассказывали, как они вот руководители вот этих отделений, то есть, мы очень достаточно большой. Хорошо, в цифрах, но сколько, то есть, прибыль, прибыль на какая банка прибыл? Ну, уже, я думаю, что это, я думаю, что это не секретная информация, но давай так, я не буду говорить конкретные цифры, но я думаю, что чистая прибыль будет более миллиарда долларов в год в этом году, то есть, и мы перечислим бюджет, я думаю, очень большую часть этого дохода. Да, это интересно. Ты присутствовал на знаменитом уже телеэфире у Шустера, где Игорь Коломойский, бывший владелец Приватбанка, вышел в эфир, тоже как бы говорил о Приватбанке, выяснял отношения с самим Шустером. Я не услышал там, ты в этот момент никак не прокомментировал, твое ощущение от этого эфира, что ты скажешь, какие эмоции у тебя это вызвало? Эмоции, ну, ты знаешь, я, когда я туда шел, я примерно, я уже за несколько часов знал, что там будут тоже бывшие акционеры, и моя была задача, то есть, то, что я для себя просто поставил и попытался сделать на этом эфире, это просто донести даже вот до какой-то нашей аудитории, вот то, что ты говорил, что мы, как Приват, недостаточно доносим нашу позицию, то есть, недостаточно объясняем, что на самом деле произошло в банке, то есть, что мы делаем для того, чтобы банк действительно стал одним из лучших в Украине. Поэтому это было то, что я хотел донести, и мне кажется, что я смог это донести, понимаешь? А вот эти все, знаешь, вот когда там уже народ выходил на эмоции, там какие-то были эти все разговоры, то есть, это было действительно для меня как-то даже странно за этим всем смотреть, то есть, знаешь, я об этом не очень часто люблю ходить в телевизор, потому что обычно у тебя не получается какой-то профессиональной дискуссии, а люди больше пытаются друг друга как-то вывести на эмоции, чтобы кто-то что-то сказал, чтобы был какой-то скандал. То есть, мне вот, ну, я всю карьеру, я просто, я был трейдером, потом я руководил большими предприятиями, то есть, для меня всегда я пытаюсь быть, ну, скажем так, то есть, ты отчасти, знаешь, вот, как капитан корабля, то есть, вот, когда ты уже больше не делаешь какие-то вещи руками, ты становишься символом, да, и вот ты не видишь же, что капитан корабля бегает где-то в мыле и говорит, ой, ты там золотой, начинает сам кидать уголь в топку, то есть, он всегда, даже не важно, если шторм, если корабль там находится там под обстрелом, капитан всегда должен идти в белом кителе, очень спокойный и просто транслировать вот эту уверенность с остальным людям, понимаешь, и я просто говорю, что это то, что вот сейчас я вижу как раз в нашем апсовете, когда Шерон Иски, вообще просто потрясающий профессионал, которая более 20 лет работала в американском, ну, на высших должностях в американской компании, которая эквивалент нашего фонда гарантирования, то есть, которая тоже разбиралась с этими всеми банками, которые банкротились там в 2008 году, до этого было, она видела кризис еще 80-х годов, и человека с таким огромным опытом привести сюда и транслировать этот опыт в Украине, это просто бесценно, понимаешь, и для меня вот, когда я работал с подобного рода людьми, то есть, высокого уровня менеджера, когда ты понимаешь, что вот люди, это не про вот такие вот маленькие какие-то мотивации, это про то, чтобы сделать мир вокруг себя лучше, понимаешь, и вот ее сейчас миссия сделать вот Украину приват лучше, понимаешь, я просто, я безумно счастлив, что у меня есть возможность работать с такими людьми. Так что клиентская база растет, да, активы наращиваются в банке, то есть, все хорошо по отчетности, да, а за счет чего, какие факторы роста приводят к тому, что увеличивается прибыль в банке? Я думаю, что, во-первых, это работа команды, то есть, но тот факт, что банк стал государственным, то есть, лучше доверия у людей, то есть, если поэтому сейчас вот любые какие-то попытки… Но он когда не был государственным, он тоже контролировал половину рынка и тоже пользовался доверием людей. Да, но у тебя просто… это очень, то есть, это был на тот момент один из самых высокотехнологичных банков в Украине, если бы… И в Европе, надо сказать, не только в Украине. И если бы его не использовали то, как его использовали, то это, может быть, бы и оставался таким банком, понимаешь? То есть, просто из-за того, что в нем банк, это не только… Понимаешь, вот как тебе лучше сказать? То есть, иметь банк – это не право, это привилегия. То есть, в любой стране, если ты владелец банка, если ты создаешь банк – это привилегия, то есть, ты получаешь от регулятора лицензию, ты обязан соответствовать каким-то нормам, то есть, ты обязан вести свои дела правильно, потому что отчасти банк ставит… государство ставит на тебя печать качества, говорит, вот это надежный человек, то есть, ему можно нести деньги. И то, что у нас произошло в Украине, вот где я очень поддерживаю Национальный банк, то, что у нас большинство банков, то есть, не являлось вот именно этими гарантами качества. То есть, это были какие-то личные кошельки для их владельцев. То есть, когда у тебя… ну, принесли люди деньги, ну, я пошел, взял, если мне что-то нужно… Гарантия качества есть. А сейчас гарантия качества есть. Понимаешь, то есть, и вот это огромная разница. То есть, те банки, которые сейчас остаются, то есть, мне кажется, то есть, я не регулятор, то есть, но мне кажется, что они подняли стандарт и оставили его высоким. Понимаешь, то есть, если раньше вот стандарт был вот здесь, то есть, никакой бы из наших банков не мог существовать где-то в Европе, в Англии. То есть, сейчас мы подняли стандарт и продолжаем его поднимать. Скажи, вот сейчас, та ситуация, которая происходит вокруг банка, есть вероятность того, что этот банк все-таки вернут? Потому что… ну, давай, вернее так, прошел суд в Лондоне и банк его не выиграл. Нет, сейчас идет апелляция и придет в апелляции как раз результат. Идет апелляция, то есть, первую инстанцию банк проиграл. Нет, мы не проиграли, мы ничего не проиграли абсолютно. То есть, это было решение суда, они не спорили, произошло мошенничество или нет. Они сказали, да, судья написал в своем решении, что мошенничество было, видно, что есть. Он просто не до конца понял, нужно ли это мошенничество в Англии искать или в Украине. Но он еще определил размеры сумм, он сказал, что там порядка до 500 миллионов долларов, я вижу. Да, то есть, но он просто… Насколько можно предъявлять претензии? То есть, не на 2 миллиарда вывод актива, а суд уже сказал, что до 500 миллионов. Нет, это просто, это то, что он признал железобетонно. То есть, там все остальное, это все остальное тоже есть. Понимаешь? То есть, это просто судья сказал, что я не сомневаюсь. То есть, смотри, мне не очень комфортно это все комментировать, потому что это, знаешь, действительно детали этого дела. Но давай просто вот закончим с этой темой. То есть, насколько я понимаю, и я не юрист, и вообще это просто то, что я читал. То есть, у меня нет какой-то особо секретной информации по этому делу. То есть, но то, что я понял из того, что сказал судья. Он сказал, что вот в этих 500 миллионах я абсолютно не сомневаюсь, что это было мошенничество. У меня просто вопрос, это надо судить в Лондоне или в Украине. Понимаешь? То есть, а все остальное, которое мошенничество, он просто, то есть, когда будет рассмотрение по сути дела, уже тогда судья определит, это мошенничество, не мошенничество, сколько его включать в общее дело. Понимаешь? То есть, там принесли, вот скажем так, столько какого-то. И судья сказал, пока я не определю юрисдикцию, я не буду с этим всем разбираться. Вот эти 500 миллионов, понятно, вывели черным по белому, все понятно. Просто надо понять, в каком суде это догонять. Понимаешь? Юрисдикция или нет? И вот сейчас идет эта битва за юрисдикцию. То есть, там я бы, вот все эти разговоры о том, что там не признали какие-то суммы, этого ничего нет. Понятно. То есть, этот вопрос еще продолжает находиться в судах. Еще не решенный вопрос. Конечно. Еще есть вероятность, что этот приватбанк придется вернуть все-таки владельцу. Нет. Ну смотри, то есть, это вот тоже, мы собрались поговорить про гривну, у нас почему-то получается разговор только про приват. То, что мы сейчас проигрываем в украинских судах, внезапно все дела они активизировали за последние три месяца. Я тоже смотрю на это, это никак не связано со сменой власти. Может быть это просто совпадение. Знаешь, вот так просто, у нас раньше мы половину дел выиграли, половину проиграли. Сейчас мы все сто процентов, хотя наши юристы приходят и говорят, у нас железобетонная позиция. И вот такое совпадение, мы вот сто процентов всех дел проигрываем. Понимаешь? То есть, ну вот такая черная полоса у нас прошла. Как это все, чем это все закончится? Честно, вот знаешь, вот есть какие-то вещи, которые иногда ты контролируешь какие-то вещи. Вот я, например, могу контролировать то, как замотивирован менеджмент, как работает компания, чтобы там действительно все было прозрачно, чтобы деньги вкладчиков, то есть они были надежными. Понимаешь? Вот какие-то вещи я не могу в принципе контролировать. Суды, прокуратуру, какую-то политику, кто там с кем договариваться. Вот абсолютно это выше. Понимаешь? И вот я всегда живу по принципу, вот ты делаешь то, что ты можешь сделать. У меня есть какая-то экспертиза, я готов ей делиться по поводу вот валютно-процентных ставок. То есть у меня действительно вот, я же говорю, уникальная какая-то экспертиза в этой области. Я умею руководить, я пытаюсь этим руководить. Вот какие-то вещи гораздо лучше даже не спекулировать. Значит, если бы я был в позиции, где я принимал решение по этим вопросам, я бы мог, наверное, тебе что-то сказать. Но так как я не в этой позиции, это тяжело. Ну, давай согласимся, что все-таки с курсом гривны вопрос крупнейшего банка в Украине, приватбанка, наверное, все-таки связан напрямую. Не особо, на самом деле. То есть как бы у нас, мы же только занимаемся тем, что фасилитируем, ну, помогаем людям обменивать через онлайн гривну в доллар и обратно. Ну, то есть это неважно, то есть это процесс происходит. Банк уже не требует до капитализации? Нет, то есть вопрос просто в том, что как мы будем, вопрос с дивидендами, то есть как мы будем решать в конце года. Понятно, что, конечно, банк не требует капитализации. Хотелось еще спросить, вот в курсе ли ты переговоров с МВФ о предоставлении очередного транша кредита, стабилизационного кредита, как раз для Нацбанка, который предоставляется. Насколько я знаю, тебя также привлекают к этим переговорам? Нет, я абсолютно не привлечен к переговорам. Я знаю то, что, я знаю тоже из прессы, как и все, но из-за того, что у меня есть вот финансовый чуть-чуть опыт, я немножко умею читать между строк. Понимаешь, потому что когда пишут такого рода вещи, они их пишут очень дипломатично и тяжело понять на самом деле, что на самом деле происходит. И я уже сказал в начале передачи, то есть то, что я читаю, вопросы, которые задавала МВФ, это были вопросы в основном, будет ли Украина преследовать людей, которые довели банки до банкротства. Это один из маркеров, по которым МВФ, мне кажется, будет смотреть на то, серьезно ли мы относимся к тому, чтобы защищать деньги наших налогоплательщиков, куда они отчасти будут заводить свои деньги. Смотри, я вот еще хотел один такой вопрос уже напоследок затронуть. Вообще, я хотел пару слов сказать, как я узнал и познакомился с Романом Сульжиком. Это на самом деле само по себе такая маленькая драматичная история. Во время Евромайдана был очень громкий скандал в финансовых кругах. Во время Евромайдана в Киев для поддержки украинской демократии прибыл известнейший американский политик, сенатор Джон Маккейн. Маккейн вышел из гостиницы Интерконтиненталь к Майдану для того, чтобы пообщаться с майдановцами. И так получилось, что первый человек, кого встретил на первой баррикаде Джон Маккейн оказался, как это ни парадоксально, Роман Сульжик, который на тот момент был директором Московской валютной биржи и работал постоянно в Москве. И приехал буквально на несколько дней в Киев, одел такой тулуп и вышел на Майдан. И это было громкое очень событие, потому что вначале я прочел о том, что Сульжик поддерживает бандеровцев и американский империализм на российских сайтах. И оттуда узнал, что у нас есть, оказывается, такой украинский финансист. Расскажи, пожалуйста, вот у тебя был достаточно высокий статус в Москве, в Российской Федерации. Ты, насколько я помню, один из создателей московской валютной биржи. Нет, я не создатель. Я к ней пришел после Deutsche Bank в 2011 году. Я просто помог ее продать за 4 миллиарда долларов. Меня так и использовали, что вот смотрите, у нас есть вот иностранный менеджер, который работал там в Америке, в Англии. То есть у нас нормальная компания. Мне как раз очень обидно, что мы продали ее за 4 миллиарда долларов. Вся финансовая инфраструктура Украины стоит ноль. Вот я бы хотел здесь сделать аналог Московской биржи. Это моя мечта сделать здесь такую компанию, чтобы тоже хотя бы миллиард стоило. Но... Тем не менее, расскажи вообще этот момент. Как ты очутился в том месте, где появился Макин? Смотри, я приехал... Как это произошло? Нет, на самом деле он вышел в министер-конте. Его привезли на лимузинах под Михайловский собор. И как потом выяснилось, встречаться с Филаретом. Понимаешь? И это было... Я пришел вот практически сразу из аэропорта. Я пришел в Михайловский собор. Потому что для меня это было, знаешь, настолько эмоциональное место. Вот все эти фотографии, как первые вот студенты окровавленные лежат. Монахи между ними ходят. И я нашел вот... Ну, я дал деньги на монастырь. Я стоял с некоторыми монахами. Я говорю, а как вам все было? Как было, какой вы там ОМОН в Беркут все пришел? И он мне скажет, ты знаешь, было дуже стрёмно. Знаешь, они такие... То есть монахи такие... И они же стояли между вот этим Беркутом. И для меня, ты знаешь, это был настолько эмоционально-духовный момент. Потому что это было как бы вот крещение этой церкви. Вот этой кровью. Вот студенты, потом раненые. То есть мы действительно осветили. Осветили вот эту новую перестроенную Михайловский собор, который в 90-х перестроили. И я выхожу из него. То есть вот я только вот на этих эмоциях выхожу из Михайловского собора. И приезжают какие-то американские... Ну, это площадь. Там была первая баррикада, была прямо на площади. Там не баррикада. Там вообще просто стояли какие-то бочки. Люди грели. Люди грели руки вокруг этих бочек. И мой друг говорит, это из американского посольства, наверное, машина. Я говорю, так Маккейн должен был прилететь. И выходит Маккейн с послом. И они идут. И я вижу, Маккейн хочет поговорить с кем-то рядовым, с майданом. И он подходит к этой... Люди в бочках. И там вокруг него это... Эти люди с бочками стоят. Греют руки. И я понимаю, что надо что-то сделать. И я подбегаю к нему. Я ему жму руку. Я говорю, мистер Маккейн, спасибо, что пришли в нашу страну. И он говорит, почему вы здесь стоите? И я говорю, для нашей ценности. You should know that. Because you spent time in Vietnam. In prison. Он отказался от обмена. Его посадили на 4 года. Он сидел... Он, когда его сбили во Вьетнаме, его посадили в тюрьму. И... А потом они узнали, что его отец адмирал. И... Ты знал эту историю? Конечно, я знал. И они пришли... И они к нему... Я его вообще... Я его безумно уважаю Маккейна. Понимаешь? И тут я безумно счастлив, что мне удалось пожать его руку. Понимаешь? Вот когда меня потом... Дай я быстро закончил, потому что это очень интересная эмоциональная для меня история. Когда меня потом спросили, когда уже все произошло. И когда меня объявили врагом народа в России. И когда там, типа, меня чуть не посадили там, я не знаю, на сколько бы лет, как Сенцова. И... Потом у меня один знакомый из Москвы. Она говорит, слушай, ну вот... Вот все произошло. Да, все это произошло. Вот если бы ты знал, что все, что это произошло, как твоя жизнь повернется? Если бы ты опять оказался на этой площади и опять увидел Маккейна, то есть ты бы опять пожал ему руку? Я подумал и сказал, да, конечно. То есть я бы вообще ничего не изменил. Понимаешь? Если бы этого не было, я бы не сидел сейчас с тобой здесь. Может, я бы там где-то болтался, там продолжал какую-то свою карьеру. Понимаешь? И вот это... Это настолько был такой важный какой-то момент. Но я к тому, что Маккейн провел 4 года в тюрьме. И ему предложили обменять его на какого-то генерала. Потому что отец Маккейна был адмирал, который там был во Вьетнаме. И Маккейн отказался. Он сказал, я буду в порядке общей очереди. И его за это пытали. Сломали ему руки, ноги, чтобы он раньше времени согласился себя обменять. И он все 4 года отсидел. И поэтому он понимал. Вот революция достоинства для него, когда я ему сказал, мы стоим здесь из-за нашего достоинства. Это очень с ним прорезонировало, ты знаешь. И потом... Вот как раз у нас был Десица, министр иностранных дел. Мы с ним были знакомы. У нас общие друзья где-то по МИДу. И он потом мне говорит, Роман, слушай, ко мне подошел американский посол. И он говорит, что к Маккейну подбежал какой-то странный, какой-то чувак странно одетый, который говорил на чистом английском, украинском. И так ярко с ним поговорил. И Маккейн после этого подумал, что все украинцы, такие же, как американцы, все говорят на чистом английском, только странно одеваются. И Десица такой, так это же наш роман, я его знаю. Ты мне представляешь, насколько это было смешно. И потом, когда Маккейн ушел, и я остался, и вот эти ребята, которые грели руки, он именно пытается, говорит, а что это был за дядька? Разумеешься? И вот эта разница, которую почувствовал Маккейн, от того, что подбежал к нему человек, который знал о его жизни, о его истории, или просто он бы поговорил с ним. Мне кажется, что вот даже тогда, знаешь, я чуть-чуть внес вот с точки зрения того, что у него остались. И он потом в своих воспоминаниях писал, что он считает, что вот его вот эта поездка в Украину, это была одна из самых ярких вещей и полезных, которые он сделал в своей жизни, потому что он посвятил всю свою жизнь тому, что нес свободу во всякие вот такие страны, где всякие диктатуры и все. И поэтому, да, это ярко, и ты действительно взял этот, сделал из этого большую новость, потому что сначала просто несколько человек в России заметило, написал, а ты сделал из этого большую новость. Потом это действительно начался, то есть это же был еще мирный Майдан, начался большой скандал. То есть я приехал, я сразу написал заявление. Это был январь? Нет, это был ноябрь, это был ноябрь-декабрь. Это был где-то 10 декабря. В декабре прилетел. Это было где-то 10 декабря. Скандал начался чуть-чуть... Нет, скандал начался на следующий день, сразу. Я прилетел, я вернулся на работу, я сразу написал заявление, что я увольняюсь. Ты с Майдана сразу прилетел на страну? Да, я прилетел туда и я написал заявление, что я увольняюсь, но меня просто попросили, потому что я действительно был такой символ для иностранцев, что нормальная страна, и вот здесь вот я уже говорил об этом, я конечно с малодушничал. То есть надо было сразу уходить и возвращаться, То есть, ну, просто те, ну, знаешь, тоже, когда у тебя, вот, ты большой начальник, то есть ты не можешь просто так взять, встать и уйти, бросить этот коллектив. Но ты оставил работу, когда ты ушел оттуда в конечную работу? Ну, уже больше, ближе к концу года, да, следующего 15-го. Понятно, да, ну, вот такая, такая интересная судьба, да, вот, сенатор Маккейн оказал такое ключевое влияние на карьеру, да, ведь ты там был одним из директоров, да, и ушел, да, получается? Да, ну, я абсолютно не жалею, ты знаешь, это был хороший, интересный этап в жизни, но, конечно, когда это начало превращаться в Мордор, то есть это кошмар. Да, вот так, человек руководил валютной биржей в Москве и стал первым демонстрантом на Михайловской площади, с которым встретился сенатор Маккейн. Хочу сказать, что это было действительно видео, которое облетело весь мир, потому что с Маккейном были американские журналисты, была фото-видеосъемка, и поэтому в этом замечательном тулупе романа увидели сотни миллионов людей во всем мире. Да, нет, я не думаю, что сотни миллионов, то есть это просто, значит, локально вот здесь больше как бы это разошлось. Ну да, это действительно очень яркий момент, ты знаешь, я же говорю, я безумно счастлив, что я успел даже вот так, хотя бы 15 минут в жизни пообщаться с сенатором Маккейном, то есть, ну, как вы все знаете, он умер от рака, то есть, и он, знаешь, один из самых, вот, ну, если вот кто-то, знаешь, кем, чьей всей жизнью можно было бы гордиться, это, конечно, он. Нет, ну я тебя уважаю за то, что, в принципе, всегда у человека есть выбор, тогда в декабре ты вполне мог спокойно сказать, что я тут абсолютно случайно оказался, я поддерживаю на самом деле совсем другие ценности, и в России бы это было принято на ура, и ты мог бы спокойно себе сохранить карьеру, как это сделали там десятки, сотни тысяч других людей, которые имеют связи, да и многие украинские олигархи, которые продолжали спокойно всю войну работать с Путиным, и никаких конфликтов с Россией не создали. Ты, тем не менее, пошел на принцип, и ты все-таки выбрал Украину, и это очень... Это даже не было выбором. Для финансиста, для финансиста, это, знаешь, такое действительно... Для человека, который работал всю жизнь только с деньгами, а не с национальностью, слова про достоинства, которые ты подкрепил своим поступком, ну, это действительно вызывает... Нет, спасибо, спасибо тебе, Юра. И действительно, мне очень грустно, что у нас действительно такой недоразвитый финансовый рынок, но отчасти, вот я здесь для того, чтобы сделать здесь нормальный финансовый рынок, интегрировать нас в Европу, вот чтобы мы были не хуже, чем Польша, Турция, те же самые страны. Понимаешь, что все это, отчасти я всегда хотел вернуться. И для меня, вот даже вот этот такой детур в Москве, то есть у меня всегда был план, то есть как бы вернуться и сделать в Украине нормальный, чтобы просто не было работ для людей моего калибра. Понимаешь, когда ты, вот я летал, был пилотом, скажем так, в Джипе Моргане, вот здесь ты трейдер. Представь, я вот летал на бомбардировщиках Б-2, и в стратосфере бомбил рисков, миллиарды риска, да, и это тоже огромный тренинг, все равно для того, чтобы работать, у тебя должен быть аэропорт, у тебя должен быть этот бомбардировщик, а когда приезжаешь в Украину и споришь с людьми, и говоришь, ребята, давайте сделаем аэродром, давайте хоть кукурузник запустим, давайте что-то начнем делать. И те говорят, не, в Украине в нас такой воздух, в нас это все налетает, это все, у нас правило, ось я лошадь, треба кнут в левую руку, там вот же в правую, и поехали, в ее до луны. Знаешь, и тому вот это... Это был краткий пересказ совещания в Национальном банке Украины. Нет, нет, давай не будем это говорить, это пятилетней давности, сейчас уже, сейчас уже начинаем строить аэропорты, сейчас уже есть летающие самолеты, уже как бы становится гораздо лучше, потому что то, что было, конечно, раньше, это небо и земля, и поэтому я безумно счастлив, то есть быть здесь и помогать строить здесь новую Украину, которую я хочу видеть и надеюсь, что у нас получится, потому что вот ты, знаешь, вот я тебе тоже хочу сказать, что без тебя, я думаю, всего и Майдана, и ничего бы не было, понимаешь, вот это все как-то забывается, но вот когда ты на энтузиазме тогда создавал этот цензорнет, когда ты вот именно, ну, то есть ты был голосом вот всех вот этих людей, то есть всей надеждой я сидел, я же не мог быть физически здесь, и я вот читал, то есть ты был один из основных источников новостей в то время, понимаешь, и поэтому я тебе хочу сказать, что твоя заслуга, понимаешь, то, что ты сейчас делаешь, популяризируя ветеранов, и вот все эти разговоры, и проведу, то есть твои посты просто невероятные, поэтому, знаешь, вот иногда ты, может быть, даже не ощущаешь вот эту, знаешь, эту пользу и вот какой-то вот импакт, который ты оказываешь, и я тебе просто хочу сказать, что все, что ты делаешь, абсолютно не напрасно, Вот эти пять лет, которые ты сделал. Юра, я тебя хочу сказать. Спасибо тебе большое. Я чувствую ответственность, поскольку я, так получилось, прямо оказал влияние на твою карьеру. Но, честно сказать, я вижу, насколько ты горишь этим энтузиазмом. Поэтому спасибо тебе большое за это интервью, за эти слова. Дай бог, что финансовая стабильность будет такая, о которой говоришь ты. Мы поспорили с Романом Сульжиком на бутылку о том, что Украине в ближайшее время, до 2023 года, будет экономический рост 10%. Я думаю, после этого мы все уже поймем в ближайшее время уровень квалификации Романа. Дай пожелаем ему удачи в этом споре. Спасибо тебе за интересный разговор. Дай бог не последний. Спасибо большое, Юра. Спасибо. Спасибо.